Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Вот сегодня 27 февраля и я приступила к описанию сортов, которые я обещала описать еще зимой. Это самые мои любимые сорта, которые я выращиваю на протяжении многих-многих лет. Настя и внучок. Настю в предыдущем ролике я вам рассказала про нее все. Сейчас будем изучать внучка. Это именно те сорта, которые я выращиваю в теплице. Они могут дать хороший урожай без привлечения насекомых. Они самоопыляющиеся. И видите, как на рисунке показано, все с пучковыми завязями. Чтобы зря не тратить место в нашей теплице, я теперь всегда выбираю именно пучковую завязь, чтобы с одной пазухи было несколько плодов. Так, на лицевой стороне написано очень ранний, самоопыляемый, без горечи, хрустящий, вкусный, устойчив к болезням, партонокарпик. Ну, партонокарпик, это значит, что ему не требуется ничего. Он сам образует плоды без всяких там, ну, я уже говорила, может выращиваться в закрытом помещении, вообще не открывать можете двери. Для раннего урожая идеальный вариант. Новейший, очень ранний партонокарпический гибрид для открытого и защищенного грунта, самоопыляемый. Отличительные свойства, увеличенный период плодоношения, суперурожайность, устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, корневым гнилям. Это не буду перечислять. Растение среднеплетистое, зеленец крепкий, хрустящий, мелкобугорчатый, овально-цилиндрический, масса зеленца 60-70 грамм. Рекомендуем употреблять в свежем виде и для консервирования. Это вот нам производитель Семян рекомендует. От себя хочу сказать, вот что предыдущий, что этот сорт, вы видите, они даже как-то похожи. Я выбрала именно их, ну как, я много сортов, многие проходят, посею, повыращиваю, не нравятся. Не люблю бочонковидные эти плоды, вот такие, как вот корнишоны. Их если вовремя не сорвешь, они сразу толстеют, делаются эллипсовидные. Люблю вот такие вот именно, ну как, не пальчиковые, пальчиковые они совсем тонкие, но именно цилиндрические огурцы, которые были бы стандартные, красивые. Внучок принадлежит к ним. Почему выращиваю его? Это гибридный сорт, потому что очень рано я выращиваю огурцы через рассаду, начинаю садить рассаду очень рано для получения раннего урожая. И если я до этого говорила, что Зазуля идеальный тепличный сорт, тоже для раннего использования, но у него огромные, большие плоды, 20-22 см. И в засолке он мне не нравится, качество не то, он делается мягким. Хоть здесь и пишется, что для засолки пригоден, все-таки идеальные сорта для засолки, вот такие маленькие зеленые огурчики. У меня есть несколько рецептов, которые очень вкусные, они сохраняются прям хрустящие такие, темно-зеленые, их зимой достанешь такой аромат. И летом, видите, вот благодаря вот этим пучковым завязям они висят гирляндами. Если будет летом время, я вам покажу, как они плодоносят, но вот когда я занималась вплотную, ну как, хорошо ухаживала за огурцами, все придерживалась всех рекомендаций, мы ведрами, ведрами носили эти огурцы, был весь подвал завален солеными огурцами, ну маринованными. Сейчас я больше у меня уклон на томаты пошел, огурцов высаживаю мало, выращиваю мало, и если честно, уделяю им внимание очень мало. Но даже при моем небрежном отношении, все равно вот эти сорта, внучок и Настенька, они очень хорошо плодоносят, им ничего не надо. Я даже иногда не формирую ни кусты, ничего, посадила и ушла. И поливаю холодной водой, брызгалкой, потому что нет у меня столько теплой отстойной воды. И вот эти пасынки не прищипываю, ничего никуда не делаю, они расползаются по всей теплице, и зайдешь, вот все увешано огурцами. Если кто-то еще не определился, какой сорт в этом году выбрать, вот внучок и Настя, я вам рекомендую. Единственное, что я, у меня Настю кто-то даже просил, чтобы я купила и высылала. Я не смогла найти, в течение всей зимы, я не могла найти семена Настя и внучок, почему-то. Попадались бабушкин внучок, дедушкин внучок, потом еще внучка какая-то. Но именно вот Настя и внучок я не могла найти, и вот только не так давно я купила, нашла в магазине и купила. И поэтому, видите, сколько сразу я купила уже на этот год, на будущий, вот Настя, 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 внучок, внучок. Я запаслась впрок, потому что это действительно очень хорошие гибридные сорта, урожайные, с пучковыми завязями. Я просто побоялась, что на будущий год опять будет проблема, и я не найду себе этих семян. Увидите, если купите, попробуйте, я думаю, вам понравится. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова с кратким обзором сорта огурца гибридного внучок.